Авторскому благотворительному проекту Анастасии Волочковой симфония добра уже более 15 лет. Благодаря ему дети по всей стране имеют возможность приобщиться к прекрасному миру искусства, а если быть точнее, к миру музыки и танца. Благотворительный концерт бывшей примобалерины Большого театра собрал полный зрительный зал. Желающих увидеть Анастасию Волочкову оказалось так много, что были заняты все проходы и многие зрители отстояли полуторачасовой концерт на ногах. В каждом городе балерина приглашает принять участие в своем концерте талантливые творческие коллективы. И этот раз не стал исключением. Вместе с Анастасией выступила ее дочь Ариадна и юная артист из Денцовского района. Детский хореографический ансамбль «Маленькая страна» из Голицына и ребята из клуба акробатического рок-н-ролла «Кристалл». Мы довольно молодой коллектив, примерно 4 года, мы только-только развиваемся, но на соревнованиях занимаем уже неплохие места. Вот на Кубок мира ребята у нас ездили, команда на чемпионатах России уже участвовала. Конечно, пока мы еще зеленые, поэтому перенимаем опыт у Анастасии Волочковой на различных концертах, на мастер-классах. На такой красивой сцене сегодня, как будет уступать великая балерина наша, любимая. И надеемся, что это будет очень хороший концерт. Для этих детей оказаться на одной сцене с взрослыми артистами очень почетно и ответственно. Владимир Козырев, давний друг балерины, подарил зрителям французский шансон. Балерина признается, что ей очень нравится выступать в небольших городах, где публика неискушенная, где встречают искренне, с теплом и любовью. Это одна из самых моих любимых площадок Подмосковья, потому что она очень профессиональная. Здесь все в порядке со сценой, со светом, со звуком. И такой зал вмстительный, то есть можно в зависимости от количества зрителей его и расширить, и уменьшить. И вообще, на самом деле, у нас был здесь благотворительный концерт. Он проходил при таком содействии как раз Андрея Робертовича, главы Одинцовского района. Мне так приятно, это уже, опять же, не первый букет «Белых роз», моих любимых от него. И вы знаете, когда мне было предложено выбрать какое-то количество городов команды Андрея Юрьевича Воробьева, нашего с вами подмосковного губернатора, я почему-то так была рада, что среди списка предложенных был Одинцов. Потому что я сказала, сразу ест, там нормальные, настоящие люди. Я помню, как в прошлом году Андрей Робертович сам помогал собирать лично ребят, коллективы, нашел неправильных, дал людей, которые помогали делать невероятное количество маленькой работы. Социальная значимость проекта «Симфония добра велика». Приобщаясь к искусству, дети знакомятся с чувством прекрасного. В этот вечер зрители одарили балерину морем цветов. Букет от главы района Андрея Иванова передала исполняющие обязанности руководителя администрации Одинцовского района Татьяна Одинцова. Анастасия Волочкова будет и дальше продолжать свою благотворительную деятельность и дарить добро людям. Мила Тарасевич, Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, целькомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова